Смотрите, есть старый оскол на старинных открытках. То есть очень часто наши открытки, они либо в Кровеческом музее находятся, но не всегда возможность есть посмотреть простому староскольцу, когда вот пришел в библиотеку, где их взять. В этом ресурсе вот это все есть и представлено. Прошлые и настоящие старого оскола хранят базы данных, созданные сотрудниками библиотеки. Хотите составить экскурсионный маршрут? Вам поможет подробное описание достопримечательностей города. Хотите узнать больше о ремеслах края? Здесь пригодится справочник брендов сельских территорий. Любопытен и видеоархив, и большая виртуальная подшивка газет, и возможность доступа к электронной летописи города и всей Белгородчины. Даем возможность наравне с традиционной книгой познакомиться и с электронной информацией, потому что сейчас такой век информационных технологий, что никуда уже от этого не деться. И, конечно же, и у читателей у наших спрос появляется, интересуются, смотрят, что компьютер есть. Ну и, конечно же, не все могут познакомиться с этими теми же фильмами, базами. А теперь мы можем конкретно сказать, что приходите, знакомьтесь, у нас есть доступ, и мы вас всегда ждем. Ну и приходят, и знакомятся. Доступ к этим массивам информации обеспечила новая техника в отделе краеведения Пушкинской библиотеки. Компьютер появился благодаря поддержке «Металл Инвеста». Средства были выделены по инициативе управляющего директора ОМК, депутата Белгородской областной думы Николая Шляхова. Неоднократная помощь металлургической компании помогает сотрудникам Староскольской центральной библиотечной системы шагать в ногу со временем. Несколько лет назад, когда библиотека наша праздновала юбилей, нам был подарен комплект мультимедийного оборудования, то есть проектор, экран. То есть мы сейчас все наши мероприятия проводим с сопровождением презентации, то есть наглядно все показываем. Благодаря такой помощи библиотеки становятся не просто местом выдачи и приема книг. Они приобретают значение многофункциональных центров, где и информируют, и просвещают, и воспитывают. Компьютеризируясь, библиотеки по-прежнему остаются хранителями живого русского языка и богатой национальной культуры.